Одна пустыня возле какого-то заброшенного города на границе с Сирией. Могли бы вы жить в таком домике, вот в такой вот землянке? Честно, я бы не смогла и не хотела бы. Я бы даже ночь не хотела здесь провести. Я хочу домой, мы с Мишей. И так, заводим машину. Сейчас я стартую. Еду практически на самую границу Сирии, в местечко, которое называется Харан. Тоже просто потрясающее, аутентичное место, которое вы обязательно должны увидеть. Вот такие здесь дороги. Практически по пустыне еду, смотрите. Восток Турции отличается такими пейзажами. Совершенно непривычные нам. Вот так вот едешь себе, а это... Тебе дорогу коровы переходят. То есть вообще, скажу я вам, на Востоке качество дорог такое себе. Едешь... Я вот сейчас еду реально просто как это, по стиральной доске. Не сравнить с нашими дорогами в Измере. Короче, я вообще сама не понимаю, где я нахожусь. Навигатор меня водит какими-то кругами, а вокруг какие-то непонятные люди. По ходу дела мне навигатор предлагает заехать сюда. Жесть. А, блин, куда я еду вообще? Что ты хочешь? Я не успела припарковаться, уже тут пацан. Парень просто встал и смотрит на меня. Это очень бедное место, на самом деле. Но здесь есть прикольные домики. Они построены в виде улев. Возможно, вы видели даже их на фотографиях. Он не уходит, смотрите. Он реально не уходит. Я сижу пять минут в машине, и этот мальчик до сих пор стоит. Я не знаю, что он хочет, как бы, но... Если честно, меня это в восторг не приводит. Я не знаю, что он не хочет. Я не знаю, что он хочет. Что ты хочешь? Секер. Секер. Секер ми? Я не знаю. ребенок хочет сахар а сама пара и талфкин и не шекер самому они дело что ему не сладости нужно были а бабло в общем этот город харан называется харан он упоминался еще ветхом завете и по преданию здесь умер отец авраама или ибрагима и знаменит он своими домами ульями которые приготовленной по специальной технологии красавица шаин вот этот человек? Он стоит. Что ты хочешь? Я хотела. Я хочу. Приятного. Ты знаешь, ты знаешь. Я хочу. Я хочу. Это личный день. Это дом, дом. Ты живешь здесь. Ты расскажешь? Конечно, это расскажешь. Это 280 годы. 280. Да, сывасы. В мире, в 3 части, в области, в области. В Турции, в Сурции и в Италии. Это дом. Которая до конца. Большая дом. И еще есть туалла. Что это? Это печальный туалла. Я думаю, что-то из-за твердого, земляного от сна, и от деревьев. Из-за того, как можно было много в твердых, потом на огне пищевается. Потом, как только в твердых и шарах на фоне, не взаимодействует. Поэтому это из-за тула. И у них есть старые тула. Я думаю, что-то 1500 годовые тула. 1500? Конечно. Серьезная, северная, с солнцем сыграли. В 3-ти годы в 2-ти годы в три-две из дома. В каждом из-две или 7-ти годы в доме мы делаем. Это детская материна. Это в отече, ясно, в доме есть ли это. Это из-за бутылки с ручкой. С ручкой окружности. В 95-м году пройдет в воду, и отечествами с водой. Сейчас мы идём в направлении квадрата. У нас очень высокой широкой страсти. Конечно, уже в этих домиках сейчас никто не живёт. Вот, послушали экскурсию, а сейчас я просто хочу ещё раз пройтись и своими впечатлениями с вами поделиться. Смотрите, реально, видите, вот эта солома перемешанная с камнем, с глиной. И вон, видите, там вот такие камни. Реально, просто вот. Такая кухонка. Представьте себе, ну вот, земля. Землянка, фактически. Здесь вот ещё одна комнатка. Очень плохое освещение здесь, к сожалению. Поэтому на широкоугольник снимать не получается. И здесь, видимо, была спальня. Ну вот, представьте себе, да? Вот скажите мне, напишите мне в комментариях, смогли бы вы жить в таком домике, вот в такой вот землянке. Честно, я бы не смогла и не хотела бы. Я бы даже ночь не хотела здесь провести. Ну, а здесь просто салон, гостиная, комната для посиделок. Здесь можно попить кофе. Ты какая прелесть. Пахнет, правда, коровками. Буду пить дебек. Вообще, это кофе, известное в Мардине. Я его там очень сильно полюбила. Вот. Заряжусь энергией и хочу потом ещё пройти прогуляться. В той стороне есть ещё дома. Скажу вам честно, у меня есть очень хорошая подруга. И она несколько лет назад была в этих краях. И когда я собралась ехать в Урфу одна, она пришла в ужас и говорит, что вообще с ума сошла. И когда я тоже сказала, что я поеду в Харан, она говорит, это самое ужасное место на земле, где я была. Либо они немножечко подсобрались и превратили себя в более цивилизованных людей, либо я не знаю что, но мне безумно нравится. Да, то есть, как бы, да, люди простые, да, там люди деревенские, бедные, но, блин, они нормальные, реально. И я вот тоже заметила, я очень переживала за эту поездку, что Урфа может быть опасной, там, потому что здесь и террористы могут бегать, короче, и все дела. Но тут пока что вот второй день, и всё хорошо. Смотрите, такие домики, они здесь везде. Буквально через одно... А неужели сейчас в них живут люди? Посмотрите, и в той стороне, вот везде вот такие домишки. Ага, мой мальчик бежит. Абла, шекер. Смотри, твоя бабушка, я даю деньги. Они вместе с ними берут шокер, да? Абла, шокер. Я еду, я еду. Абла, шокер. Нет, шокер. Абла, не е. Абла, шокер. А, не еb. А быть. Абла, шокер. Абла, шокер. Абла, шокер. Б side 싶авая. я еле отвязалась от этих детей это знаете главное да и не важно что просто дай да и денег и сладости дай мне твой маникюр какой-то трэш вообще мне кажется эти дети вот зарабатывают здесь вообще немало денег и люди им дают просто чтобы они отвязались вот как и первому мальчику я иду сейчас как мне сказали к первому университету в мире посмотрим а вот это здание но я если честно даже не нашла нигде упоминание что это какой-то первый университет посмотрим где тут вход может быть что-то удастся прочитать выглядит все это очень страшно и запустевший забор сянется вообще куда-то далеко но входа я не вижу сюда жуть реально знаете одна пустыня возле какого-то заброшенного города на границе с сирией блин так дети действующий что же плач елк вот там вход слушайте я какие-то мужики сидят я думаю что туда не пойду чё-то как-то не алёх вернусь-ка я пожалуй я честно я впервые нахожусь в топом безумном абсолютно месте хоть и это место считается туристическим да то есть здесь турист сюда приезжают на туристов привозят и туры привозят и поскольку это историческое место хоран но реально так странно здесь но не опасно это наверно самое главное о там он еще есть домики ульи хочу туда пройтись слушайте судя по всему люди там живут хоть и написано в интернете что основное поселение довольно далеко от этих домиков это видимо люди которые здесь снова дети какOME Я не снимаю, привет, я снимаю, без осознания я снимаю Я не получаю Копай, я первый подставил Энкаке посмотреть Я не могу, поймать Пойти здесь, для того чтобыти смотрите вот так вот здесь живут вон видите вот у меня закончилась вся мелочь у меня закончилась вся мелочь, детям всем пришлось дать по лире вот они эти домики правда похожи на пчелиные ульи я дошла до какой-то крепости не знаю что это такое я надеюсь что хоть один цивильный человек не встретится в этом месте при этом спасибо, что вы меня поняли что это здесь? что это здесь? есть ли у меня здесь? есть ли у меня здесь, но никто не хочет почему? нет здесь есть у меня здесь есть проблемы в этой стороне, я понял я понимаю что это здесь находится? очень жаль что закрыта крепость потому что реально выглядит она очень круто искала интернете тоже не нашла когда была построена эта крепость но вообще вот это место к хранк юг хранк юг хранк юг господи в общем это так на турецком произносится на самом деле первые поселения здесь относятся к седьмому тысячелетию 7000 лет назад вот так вот до нашей эры здесь еще были зайти конечно можно оказывается здесь смотрите но я думаю что это опасно я не полезу просто так за мной ходили дети а теперь за мной ходят козы ребят вы чё а классные такие видите рядом с этими домиками располагаются и такие вот обычные дома ну прям реально знаете такая вот бедность отовсюду сквозит оказывается здесь еще есть одна часть с домиками мне дядь какой-то на мопеде подсказал а я могу понять где я оставила машину нашла хранк юг белеевле такие маленькие домики вот там выход какой-то видите такие же представьте себе вот ковер на полу да и здесь сидеть холодно же ковры с религиозными мотивами а это видимо люлька для детей как мне объяснили здесь три разных места вот с этими домиками и поход дела вот это самое большое у меня блин единственный вопрос где мой в моя машина где я ставил я реально не могу сориентироваться здесь такое все одинаковое просто реально эти дома все все одинаковое смотрите какой большой здесь салон здесь прям все по цивильней ковры все дела знаете мне реально будет не по себе я хочу поскорее отсюда выбраться потому что когда ты теряешь по из поля зрения свою машину и не понимаешь где-то находишься здесь все одинаковое тысяч ко всем прочим где-то на границе сирии видите как здесь местные одеваются позже я вышла я вышла я вышла 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 вот там я оставила машину вот сюда я заезжала вот она опять тут тусуется ребенок машинка я прячусь что я сажусь я прячусь закрываюсь я вернулась в урфу чему я предельно рада вот и хочу сейчас сходить покушать в старый хан там ресторан находится какую-то какую-нибудь местную кухню как хорошо когда не отдам эти парковки твою машину забрали дали карточку и сказали идите кушать а вот я пришла в старинный хан джи вангир конак ух ты как мило такой вот мне столик я почти готова к ценам в меню ой не минут мне не надо вот он салат который ела в марте не который мне очень понравился нормальные цена кстати я разбегаются глаза и такие названия которых я не знаю смотрите азиму ну как бы скривленный скривленный рот рот открытый рот а зайчик а ну вот он ведь мы закрытый и открытый такое меню интересное и все это хочется вот это настоящий чекисты урфа хочется все съесть господи боже мой ценник вполне себе приличные скажу я думала что будет все намного дороже в общем не посоветовали вот это каймалы сурме это к тут баклажаны баранина чеснок вот это я буду есть вот эти вот скорченые рты из того что я заказал ничего ничего не принесли смотрите мне принесли такую лепешку закуски опять чикифте традиционные все будем пробовать я хочу теперь попробовать чикифте здесь а здесь здесь они вкуснее чем первым ресторане в котором я кушала если вам будут говорить что это ничего не очень остро не верьте реально не версия сейчас это попробовать просто сожги рот называется это еще не пробовал причем острота чувствуется когда-то уже все проглотил вот тогда начинает капитально жечь вот так выглядит а зайчик вот так выглядит а за и мух и вот так вот где дома лакифте ну ребят как говорится я мне кажется потихоньку начинаю привыкать к острой еде но нет ничего не острого по моему кроме айрана и йогурта ну и что так выглядит мое основное блюдо смотрите он на подложке из баклажанов здесь вот фарш из баранины ну что будем пробовать я просто некуда поставить штатив поэтому я снимаю с руки они забыли посолить я ожидала чего-то супер остого но на самом деле нет единственно не хватает соли вот в этой штуке а так очень даже ничего баклажаны соленые так ну не уехать с востока не попробовать восточных сладости я выбрала сладость которая называется шелык это местная сладость урфы написано так мы будем пробовать я уже я не доела кстати основное блюдо потому что просто у меня это не влезло такие порции все попробую сладость скажу вам в основном на востоке все сладости с сиропами а здесь знаете что-то типа блинчиков внутри орехи и сироп ну прикольно прикольно стоит съесть такую штуку но очень сладко как и все остальное в итоге ребят я наелась до отвала всего за сто двенадцать лет вот в таком вот крутого ресторане это реально ну я считаю что это смешной ценник за те блюда которые я съела вчера я уже так устала что не успела с вами обращаться ну а сегодня я уже возвращаюсь в измир надеюсь что серия видео-призов вам понравилась и я надеюсь до новых встреч в новых местах пишите свои комментарии подписывайтесь на канал и пока-пока подписывайтесь на канал и пока-пока